Студия «Медиакнига» представляет Алиса Ковалевская «Ты предназначена мне» Читает актриса Эмма Бородина Глава первая Ева «Не говори потом, что я тебя не предупреждала», — выплюнула Стелла, когда я резко отдернула руку. «Не надо меня предупреждать!» — голос мой зазвенел. Обе мы стояли на крыльце возле театра. Несмотря на то, что ночь принесла с собой влажную прохладу, было достаточно тепло. А может быть, я просто не чувствовала холода. «Обойдусь без твоих предупреждений!» — выкрикнула еще более раздраженно. «Живи своей жизнью, а я буду жить своей!» «Хорошо!» — она повысила голос, но тут же взяла себя в руки и заговорила тише. «Как скажешь. Только когда будешь скулить в подушку, помни, во всем виновата только ты сама!» Договорив, она сбежала с крыльца и быстро пошла прочь. Ее изумрудное платье постепенно сливалось с темнотой, стук каблуков затихал с каждым шагом. Судорожно выдохнув, я сглотнула. В этот момент я снова ненавидела ее. Ненавидела еще сильнее, чем когда поняла, почему именно Руслан все эти полгода не напоминала себе. Сильнее, чем когда-либо. И в то же время где-то в глубине души чувствовала, что намертво связана с ней. Янтарные крапинки в радужке глаз, чуть различимые хрепловатые нотки голоса в моменты особенного волнения. «Вам лучше вернуться внутрь. Стоило мне отойти от театра, на несколько шагов обратился ко мне Дамир. За тот месяц, что я провела в особняке, разговаривали мы с ним всего несколько раз. Немногословный и сдержанный, он был одним из тех, кто отвечал за безопасность. «Я хочу немного подышать воздухом», ответила я так же сдержанно, все еще пытаясь унять горечь и гнев после нашей короткой и колючей перепалки со Стеллой. Смотрела ей вслед, чувствуя, как быстро течет по венам кровь, а горло сжимается из-за подступивших слез. Руслан Каримович не давал распоряжения насчет этого. Я перевела взгляд на Дамира. А какие он давал распоряжения, не смогла скрыть раздражение. «Не выпускать вас из вида». «Так не выпускайте». Как и сестра, немного раньше я сошла вниз по ступенькам. Чувствовала, что Дамир, как и еще несколько сотрудников безопасности, следует за мной. Еще двое, вынырнув из темноты, окружили меня с двух сторон. Всего несколько минут. Обратилась к Дамиру уже сама, понимая, что он ни в чем не виноват. Тем более уж в моем отвратительном настроении и гнетущем чувстве, охватившем сердце. «Несколько минут». «Несколько минут», — согласился он. «Потом вы вернетесь на бал. Так будет для вас лучше». Я промолчала. «Лучше для меня». Опять эти слова. «Лучше». «Лучше или нет?» Сейчас мне хотелось несколько минут подышать пропитанным влажной прохладой воздухом и побыть в тишине. Высаженные по обеим сторонам аллеи деревья негромко перебирали молодой листвой. Вечер был тихим и спокойным, но в воздухе уже пахло дождем. Снова дождь. Пройдя немного вперед, я подобрала юбки платья и присела на край деревянной скамейки. Посмотрела вдаль, на скрывающуюся в темноте дорожку и поежилась. «Возьмите». На плечи мне лег пиджак. Подняв голову, я встретилась взглядом с Дамиром. Лицо его скрывало темень. Свет ближайшего фонаря позволял различить черты ровно настолько, чтобы понять, насколько он сосредоточен. «Спасибо». Я придержала полы. «А как же вы?» «За меня не беспокойтесь», — проговорил он негромко. «Только прошу вас, Ева, недолго». Сказав это, он отошел в сторону. Недалеко, метра на три, так что теперь я могла рассматривать его спину. От пиджака приятно пахло мужским одеколоном. Я вдохнула запах, но не почувствовала ничего, кроме того, что и должна была. Кедр, сандал. До ломоты в пальцах захотелось сжать полы другого пиджака, вдохнуть другой запах. Опустив голову, я свела вместе колени, плотно сжала ноги и задумчиво уставилась на мускитуфель. Услышала треск рации, приглушенный голос Дамира. Остальные люди из службы безопасности стояли тут же, в радиусе нескольких метров. Но я старалась представить, что их нет. Как будто бы я одна этой ночью. Я, шелест листьев, и на плечах моих пиджак, почти так же пахнущий кедром и сандалом, пиджак, принадлежащий совсем другому мужчине. «Черт подери!» Отрывистые и глухие слова, прозвучавшие одновременно с пронзившими ночь хлопками, мгновенно выдернули меня из задумчивости и в то же мгновение стоявший ближе всех ко мне охранник упал на асфальт. Рядом с ним еще один. «Какого?» Выхватив из висящей на поясе кобуры пистолет, самый молодой из охранников несколько раз выстрелил в сторону. В ужасе я отпрянула к другому концу скамьи. Пальцы скользнули по холодному дереву, каблук подвернулся в тот момент, когда я, подскочив, бросилась прочь. «Сюда, Ева!» Дамир не дал мне упасть. Придержал и, отстреливаясь, быстро посмотрел назад. Грязно выругался. Едва я обернулась, поняла, почему. Отступать было некуда. Прямо на нас ехал темный седан. Аллею перегораживали люди в черных масках. Судорожно вцепившись в руку Дамира, я всхлипнула. «Что бы ни случилось, Руслан не оставит вас». Выстрелил в темноту. Мимо просвистела пуля, за ней еще одна. «Проклятие!» Поморщился Дамир. Пистолет в его руке дрогнул, челюсти сжались. Снова свист пуль. «Бегите!» Дамир, что есть силы, толкнул меня к деревьям. «Бегите к дороге!» Еще одно проклятие сорвалось у него с языка. По рубашке расплылось алое пятно. Немедле окинулось в неизвестность. Дыхание вырывалось из груди толчками. Легкий шифон цеплялся за кусты и ветки. Каблуки увязали во влажной земле. Когда-то я уже бежала сквозь лес в никуда. Подхватив подол, бросилась в сторону, слыша за спиной становящиеся все реже хлопки. Сквозь стучащий в висках пульс и шум собственного дыхания до меня донесся еще какой-то звук. Хруст или... «Она у меня!» Крепкие пальцы на плече. Рывок. «Можем убираться отсюда!» «Отпусти!» Я забилась, пытаясь вырваться. Без разбора ударила держащего меня локтем. Липкий первобытный страх сковал все мое существо. «Бежать!» «Отпусти!» прорычала, изо всех сил толкнула схватившего меня локтем, пилась прямо в его руку. «Сука!» Развернув к себе, он с размаха ударил меня по лицу. Вскрикнув, я упала на землю, но он тут же поднял меня и толкнул вперед. Голова кружилась, из разбитой губы текла кровь. Я чувствовала ее привкус на языке, солоноватый, дерзкий и пугающий. «Давай!» Голос принадлежал уже другому. «Нет!» Сквозь зубы едва меня снова толкнули вперед. «Я не...» Схватив за волосы, человек в маске дернул меня и угрожающе просипел прямо в лицо. «Если ты не заткнешься, я отрежу тебе язык, поняла?» В зазорах блеснули глаза. Даже в темноте я видела этот угрожающий блеск. Не выпуская моих волос, он бросил первому, что тот может меня отпустить и поволок к аллее. Дверь машины была распахнута. Это все, что я смогла различить. Это и еще темные силуэты на асфальте, темные силуэты сопровождавших меня людей Руслана. «Пошла!» Меня буквально втолкнули на заднее сиденье. Дверца захлопнулась раньше, чем я успела сделать вдох. «Едем!» Бросил оказавшийся с другой стороны сиденье мужчина. В следующее мгновение машина, взвизгнув колесами, сорвалась с места и основа повалилась на сиденье. Куск крови во рту стал сильнее. «Что вам нужно?» выдавила, приподнимаясь, отползая к противоположному от сидящего рядом со мной мужчины, к раю. Сняв маску, он швырнул ее между нами, вынул из кармана пачку сигарет и, не торопясь отвечать мне, поджег спичку. Прикурил и, приспустив окно, швырнул ее на асфальт. Сбоку от нас мелькнул подсвеченный множеством ламп театр. Свет, которым он был окутан, проник сквозь окна, упал на покрытое щетиной лицо курившего. Сделав долгую, глубокую затяжку, он подался ко мне и, схватив за подбородок, подтянул ближе. Едкий, терпкий дым проник в легкие, вместе с его выдохом, щека заболела сильнее. «Не трогайте!» Я отшвырнула его руку. «Когда Руслан найдет меня, Руслан тебя не найдет», выговорил он. По спине побежал холодок. Я опять попробовала оттолкнуть его, но он только сильнее сжал пальцы. Слегка повернул мою голову, затянулся снова и провел большим пальцем по кровоточащей ссадине на губе. Я поморщилась, дернулась, и на этот раз он отпустил меня, толкнув так, что я налетела на дверцу. Машина свернула на проспект и, набирая скорость, понеслась в неизвестность. В это время дороги были почти свободными. Рядом мелькнули и остались позади фары попутной машины. Я предупреждал его, заговорил мужчина снова, не раз предупреждал. «Кто вы такой?» выпылила я. От дыма запершило в горле, и я, прижав ладонь ко рту, кашлянула. Судорожно искала хоть какой-нибудь выход, пыталась понять, что делать. Только что я могла. На ощупь нашла позади себя ручку, попыталась дернуть дверцу, прекрасно понимая, что даже если та окажется открытой, выбраться я все равно не смогу. Дома, деревья и фонари сливались в размытую скоростью линию. Никаких шансов остаться в живых. «Сиди спокойно», приказал мужчина, «Иначе продолжишь наше путешествие в багажнике». «Кто вы?» Охваченная паникой повторила нервно, сглотнула. «Чего вы хотите от меня?» «От тебя?» Еще одна затяжка. Опустив стекло ниже, он кинул в темноту сигарету так же, как до этого спичку и закрыл окно. «Ничего. Не люблю, когда мои предупреждения не воспринимают всерьез». «Именно этот человек был замешан в том, что происходило в Грате. Именно его все это время искал Руслан. Именно он устроил взрыв на яхте». Без особого интереса он посмотрел на мою руку, мазнул взглядом по ногам и вернул его к лицу. В волосах коротких, темных поблескивала седина, бровь пересекал старый шрам. Под его взглядом, пристальным, беспристрастным и в то же время не сулящим ничего хорошего, я чувствовала себя загнанной в угол ланью. Только охотником он не был, он был убийцей. Именно это читалось в его глазах. «Все, как обговаривали, Вик?» Сидящий за рулем бросил взгляд в зеркало заднего вида. «Да». «Вик?» Мне показалось, где-то я уже слышала это имя, только где? Как ни пыталась, вспомнить не могла. Ни с кем из троих, что были в машине, я никогда не встречалась, я бы точно запомнила это. Потому что забыть я могла все, что угодно, только не объединяющую их жестокость, которая ясно читалась во взглядах, жестокость, которую они даже не пытались скрыть. «Куда вы меня везете?» обратилась я к Вику, стараясь не показывать, насколько напугана. Вряд ли их интересовал мой страх, но подкармливать им живущих в них падальщиков не хотелось. Моменты, устроенные ими бой, не так и мелькали перед глазами, вряд ли когда-нибудь я смогу забыть ночную аллею, наполненную глухими выстрелами, шелест листвы и звук упавшего у моих ног тела. Только бы хоть кого-то из людей Руслана удалось спасти, господи! Если бы не моя настойчивость! Это не имеет значения, в руках Вика появился телефон, набрав кому-то он выговорил. Будем через двадцать минут. Да, к этому моменту все должно быть готово. Хорошо. Что должно быть готово? Едва он закончил не продлившиеся и минуты разговор, напряженно спросила я. Голос звучал истерично, слишком резко, руки тряслись. Пиджак, который накинул Дамир мне на плечи, остался где-то в прошлом, на влажной земле. На коже выступили мурашки, живот свело от ужаса. Предчувствие чего-то еще более недоброго, чем уже случилось, охватило меня. Засвучало внутри воем ветра и тревожными звуками маленьких колокольчиков. И газ. Под пальцами моими вместо подвески опять оказалась нить жемчуга. Вик откинулся на спинку сиденья, слегка повернулся и осмотрел с пренебрежением, как нечто, не стоящее его внимания, но достаточно дорогое, чтобы все-таки уделить его. Алиеву не стоило выпускать тебя из своей крепости. Вместо того, чтобы ответить, проговорил он. Снова опустил стекло и достал пачку сигарет. Провел спичкой по боку коробка и на конце ее вспыхнул язычок пламени. В воздухе появился смешанный с так и не выветрившимся дымом запах серы. Я смотрела за тем, как Вик неспешно, с удовольствием прикуривает. На этот раз закрывать окно он не стал, но дышать было все так же тяжело, уже не из-за дыма, из-за зашкаливающего пульса. Кстати, тебе понравились цветы? Он вобрал в легкий дым. Лилии. Мне показалось, что лилии тебе подходят. Так это были вы шепотом, сильнее сжимая нить жемчуга непослушными пальцами. Вот почему Руслан тогда так поспешно увез меня и открытка. Та открытка предназначалась не мне, ему. И букет тоже был предназначен ему с той лишь разницей, что я означалась получателем предупреждения. Ты спрашивала, куда мы едем? Он посмотрел сквозь стекло. Проследив за его взглядом, я поняла, что уже бывало тут много раз. светофор, темное сейчас витражное стекло, на котором угадывались очертания парусника. Порт вырвалось у меня. Тебя ждет еще одно путешествие. Губы его едва заметно искривились. На этот раз более долгая Ева. «Руслан достанет вас!» вскрикнула я нервно. «Он всех вас достанет!» «Когда я вернусь, ты не вернешься!» пресек меня Вик, резанул вмиг потемневшим беспощадным взглядом и добавил «Никогда!» «И Алиев тебе ничем не поможет!»